МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель у студии працу Александра Гамоля. Глядите у гэтым выпуском. Новые правила, новая макшимасти, еще больше свободы для деловой инициативы. Президент Беларуси подписал указ номер 377. Личные дни застаются до финального гала-концерта масштабной акции в моей краине. Держаута инспекция проводит республиканский профилактичный проект «Час стать прыгметным». А так само особливо теплое и солнечное надворье. Усе о планах небесной канцеляры на ближайшие дни. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Ясно больше свободы для деловой инициативы. Колькость проверок бизнесу прыгметно скоротится. Президент Беларуси Александр Лукашенко на пиаре до дни подписал отповедный указ. Документ – один с целого пакета новаций, накерованных на стимулирование деловой инициативы. Некоторые были одобрены ранее, а зараз подписан указ номер 376. И он продуглеживает отход от системы плановых проверок и усмоцнение профилактичной работы контролеров. Проверять то и иншее предприемство инспекторы будут выборочно, только при наявности комплексу подстав. Перелик держорганов, которые будут уполноважены проводить проверки, значно скорочены. Указ продуглеживает, что деятельность субъекта может быть припынена только в судовом парадке. При этом керавник предприемства, который не ликвидует порушения, понеси отказность аж до криминальной. Разом с тем, кали грубые порушения допустить контролер, его чекает администрационная отказность. Еще один долго чекает на указ номер 364. Он регулюет ожитявление физичными особами рамесной деятельности. Почас брифингу у Абл-выконками специалисты еще раз расслумачили основные изменения. Подробязности в наступном сюжете. С принятием нового указа рамесника удакладно станет больше. Умовы изменятся, махчимости пошираться. А так само з'явятся те, яких чекали не один год. Сгодно новому указу, зараз до рамесництва относятся усе виды творчести, які ожитявляются на основе ручной працы. Удакладняются места и способы реализации продукции. Рамесники смогут продавать вырыбы непосредственно у майстернях, доставлять и перасылать товары покупникам. А яше рекламовать свою продукцию у тумлику у интернете. Если раньше 225 указом было предусмотрено, что физическое лицо ремесленник имеет право реализовать свою продукцию либо на торговых местах на рынках, либо в иных местах, установленными местными органами власти, то в настоящем указе определено, что помимо этого физическое лицо ремесленник имеет право рекламировать с использованием глобальной сети интернет свою продукцию и реализовывать ее в дальнейшем путем почтового отправления, в том числе международного почтового отправления, либо непосредственно доставки физическим лицам этой продукции уже неважно, независимо от вида транспорта, на котором будет осуществляться доставка. Это существенное изменение, которое, в принципе, ждали очень ремесленники, потому что не всегда было удобно осуществлять такую деятельность непосредственно на торговых местах на рынке. Самое напыло важное новое увядение – махчимость рекламовать свою продукцию у интернете. Ранейко продавать вырубы за мяжу треба было отвозить их у Минск, где ожитивлялся дальнейший продаж про специальный сайт. Остальные умовы для ремесленников не изменились. Сбор по ранейшему склада и одну базовую величиню и платить его треба на приконцы Снежня на год наперед. Усе новации почнут дейничать с 12-го студеня после официйного уступления у силу нового указа. Дарыши зараз у Гомельской области ремесленством займаются свыше 2700 человек. Сумма сбору ады деяности с початку года амаль досягнула 70 тысяч рублей. Марина Джалая, Настасья Кучинская, Михаил Рабкоу. Телерадио и компания «Гомель». Держаута инспекция до 26-го Кастрышника проводит республиканскую профилактичную акцию «Час стать прикметным». Ее задача – учарговый раз звернуть увагу пешаходов на необходность выконания правил обеспечных поводин на дорозе и выкорыстания фликеров. Маршруты рейда у супрацовника УДАИ проходят празмесцы массового руху. У часы пик и у темный часуток будут отпрацовываться нерегулюемые пешаходные переходы. А так само в улице, где наиболее часто отбываются ДТЗ. Усе аварийно-небеспечные участки доследуют на предмет наявности необходных техничных сродков организации руху. Инспекторы нагадают удельникам дорожного руху об корысти фликеров. Так само заплановано бесплатное распоусюживание их сирот насельництва. Личные дни застаются до финального галоконцерта масштабной акции «Моёй краине». Ее кропка будет поставлена у Гомель уже у гэтую суботу на пляцовце каля лядового палаца. Нагадаем, акция была обвешена летость. За гэтый час яна побывала во усіх районных центрах Гомельщины. У кожным городе была своя программа, але задача во усіх одна – прытягнуть насельництва и у першую чаргу молодь до реализации корыстных справ. Финальному галоконцерту попередничает целый шерох мероприемств, и они будут проходить литерально каждый день. Организаторами выступят наибуйнейшие громадские молодежные организации краины у Тымлику, БРСМ и БРПА. Так только пионеры Гомельщины проведут некольки десятков мероприемств, у которых примутю дел прикладнопал тысячи школьников. У программе квесты, флешмобы, экологичные акции, песенные конкурсы и многое інше. Свою программу мероприемств усклали их старейшие коллеги, члены БРСМ. До прикладу их силами будет организована акция по доброупорадкованию мемориала «Партизанская крынишка». После уборки молодь погутарить с ветеранами, які расскажут про историю этого памятного объекта. А кроме того, пройдет целый шерох открытых диалогов на темы занятости молоди, патриотизму и военного минулого Беларуси. До конца тыдня активисты БРСМ таксама наведают у Луковскую допоможную школу-интернат, где проведут с детьми творши конкурс и урушать им памятные сувениры. Программу мероприемств таксама разбавят флешмобы, як во университетах Гомеля, так и право на улицах. Нагадаем, финал акции отбудется у гэтую суботу каля лядовага палаца. Усих жадаючих, пляцовка чакая за 11 годин. У Центральной городской библиотеки имя Герцена отбилось открытие выставы живопису Геннадия Шуремова «Город над Сожем». Экспозиция примеркована до 875-го года Гомеля. Подробности у нашем наступном материале. Картины Геннадия Шуремова просякнуты любовью и пяшчоты до своего родного города. Яны небы запрашают глядачов на незвычайную прогулку по улицах Гомеля, промышающую подчас яе по-новому зернуть на звыклые мястины. Фарбы на полотнах настолько глубокие, что максимально реалистично передают нам легкую смугу ранешнего туману, а для устраваннень городских будинков улуженных после дождю и шматлякие и иншие малявничые кутки города над Сожем. Свежесть почутцев и в образов и умение бачить пригожая у звычайных речах усьога та визитная картка майстра. Игна Чуремова уроджанец Гомеля, яко гаминовітородный город и натхняет на творчасть. Да что вдохновляет красота, наверное, города. Я, так скажем, спасаю красоту, потому что сейчас, так скажем, много развелось такого, мяка, скажем, абстрактного и разного искусства, которое люди даже не понимают. Я работаю в русской реалистической школе, поэтому это все сделано в такой технике русской реалистической школы. Основывая уленчага мастацтва Геннадж Шуремму спочатку спастигал увядомого майстра Валентина Пакаташкіна. Затым влучился у Минске мастацким в училище. Першая персональная выстава аутара отбылась в 1989-м годе у Литве. Особливо пленными для мастака стали 90-е годы. Великая колькость его работ, написанных у той перы, зараз находятся у праватных коллекциях у Италии, Германии, Испании, Израиле, США и інших краинах света. Выстава живопису Геннаджа Шуремова «Город над Сожем» для аутара третья персональная паліку. У Центральной городской библиотецы имя Герцена убашить ее можно до 22 листопада. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель». На гэтым тыдне небесная канцеляра будзе радовать Жихаров Гомельской в области по особливому теплым и сонечным надворьям. У ближайшие дни дажов так само не прогнозуется. По попередних прогнозах синоптиков у первой полови тыдня чакается пераменная воблашность, переважны без опадков, у особных районах махчым и туман. Ветер заходний, пауднево-заходний, 5-10 метров в секунду. Температура поветра у ночи до плюс 12, у день до 20 градусов. У другой полови тыдня надворья на гомельщине крыху изменится. У особных районах махчымы карткочасовые дажи и туман. Слубки термометра у ночи максимально уздымутся до 10, у день до 17 градусов со знаком плюс. Гэта и иншая новинна вы можете знайзти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.com Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами «Спорт» у вас познаемить Максим Савин.